Итак, шапка Деда Мороза готова! Приходил к нам в гости Дед Мороз и забыл свою шапочку. Чем не шапочка? Настоящая шапка Деда Мороза! Привет всем! Вы на канале у Татьяны. Новый год! Скоро Новый год! Каждый из нас задумается, что бы такое поставить на стол интересненькое, новенькое, необычненькое, чтобы удивить гостей и семью, в сегодняшнем видео я вам хочу предложить рецепт салатика под названием «Шапка Деда Мороза». В состав этого салата входят все доступные ингредиенты. И самое главное, что такой салат можно приготовить буквально за 5 минут. Его нужно было назвать салат «5 минут», но мы сделаем шапочку. Шапочку Деда Мороза. Поставим такой салат в центр стола. Я думаю, что он разметется в считанные секунды. Давайте начнем приготовление такого салата. Для салата нам понадобится консервированный тунец. 200 грамм тунец в масле. 3 средних помидора свежих. А также консервированная кукуруза 200 грамм. 4 отварных куриных яйца среднего размера. 150 грамм шампиньонов маринованных. 3 зубчика чеснока и майонез домашний. 100 грамм. Берем тунец. Я его размяла уже вилкой до однородного состояния. Отправляю в глубокую миску. Предпочитаю брать тунец не с добавлением масла, а в масле. Он вкуснее. Кукурузу 200 грамм отправляем к тунцу. Теперь займемся яйцами. Берем яйца и отделяем белки от желтков. Белки нам понадобятся для украшения салата. А желтки пойдут в салат. Берем терку и натираем на мелкую терку желтки. Один желток отставляем. Он нам понадобится для украшения салата. Из него мы будем делать помпон для шапочки. Желток добавляем в миску с кукурузой и тунцом. Берем грибочки. Нарезаем их очень меленько. Желательно кубиком. Предпочитаю в этом салате именно шампиньоны. Так салат получается очень вкусным и нежным. Нарезанные грибочки отправляем в миску. Берем майонез и чеснок. Пропускаем через чесночницу 3 зубца чеснока и отправляем в майонез. Благодаря чесноку салат получается очень вкусным, с пикантным вкусом. Если вы, конечно же, не любите чеснок, его можно исключить. Хорошо все смешиваем до однородного состояния. Чесночным соусом заправляем салат. Немного оставим чесночного соуса. Он нам понадобится в дальнейшем. Хорошо все смешиваем. И салат практически готов. Готовый салат я отправляю в такую глубокую миску. Я ее выстелила пищевой пленкой. И теперь высыпаю в нее салат. С помощью лопаточки я хорошо сейчас утрамбую салат в миску. И отправлю в холодильник на полчаса. Для того, чтобы он хорошо схватился. Салат у нас постоял полчаса в холодильнике. Я приготовила блюдо, на котором будет находиться салат. Теперь ставлю блюдо на миску с салатом и переворачиваю. Вот так. Берем помидор. Освобождаем его от плодоножки. И нарезаем. Вот так разрезаем сначала пополам. На 4 части. Нам нужно освободиться от семян и от влаги. Понадобится только плотная часть. Нарезаем помидоры мелким кубиком. Сейчас украсим шапочку Деда Мороза. Сделаем ее красной. Благодаря помидорам. Берем нарезанные помидорчики. И аккуратно укладываем наверх салата. Чтобы помидоры были на всей поверхности салата. Белки натираем на мелкую терочку. И сейчас сделаем опушку для шапки Деда Мороза. Прежде чем сделать опушку для шапки Деда Мороза, Деда Мороза. Берем желток. Обмазываем его в соусе. И отправляем в белок. Хорошо обкатываем. Чтобы он получился кругленький и аккуратненький. Помпон готов. Выставляем на середину салата. И заключительный штрих белок. Из него мы делаем опушку для шапки. Посыпаем белком вокруг салата. Итак, шапка Деда Мороза готова. Приходил к нам в гости Дед Мороз и забыл свою шапочку. Чем не шапочка? Настоящая шапка Деда Мороза. Салат получается действительно нежным, вкусным, аппетитным. А главное, готовится очень легко и быстро. И состоит из доступных для нас всех ингредиентов. Если понравилась шапка Деда Мороза, ставьте мне лайк. Пишите комментарии. Делитесь с друзьями. И конечно же подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные новогодние видео. И до новых видео. До новых встреч. Пока-пока.